ДИКТАНТЕ И тем, кто только собирается присоединиться к ней, расскажите подробности, в чем собственно суть. Сама акция проходит, конечно, большее количество раз. В Ростове мы в третий раз присоединились и в третий раз проводим тотальный диктант. Сама акция родилась в Новосибирске на базе Новосибирского университета. Сначала это был небольшой флешмоб между собой студентов факультета журналистики. Они просто собрались, чтобы продемонстрировать свое уважение к русскому языку, свое желание заставить людей задуматься о том, что русский язык это важно, что знать правила, несмотря на развитие всех технических новшеств, появление гаджетов и прочее, русский язык это все равно то, что нас всех вместе объединяет и то, что заставляет нас быть некой общностью. Поэтому они собрались, просто написали диктант, взяли произвольно текст и таким образом провели такой флешмоб. С течением времени к этой акции стали присоединяться другие города и нужно сказать, что последние пять лет тотальный диктант просто в геометрической прогрессии развивается. В прошлом году было почти 200 городов по всему миру. Все шесть континентов впервые приняли участие в этой акции. Шестой континент, это были полярники, которые тоже каким-то образом смогли поучаствовать, написать. Я уж не знаю, как они там проверяли работы друг у друга или отправляли на Большую Землю, но сам факт того, что они участвовали в мероприятии. Ну и по сути, вот этот дух флешмоба, дух некой демонстрации уважения к русскому языку сохранился. Ну и с течением времени стали появляться какие-то нюансы, которые делали эту акцию интереснее. Ну, во-первых, стали привлекать известных авторов к написанию текстов. Тексты стали писать специально для этой акции. То есть намеренно усложнять фактически? Ну, по сути, это называется чистота эксперимента. То есть, если текст ты никак не мог увидеть заранее, не в произведениях. Как обычно мы пишем диктанты, это классические произведения, которые, если у тебя хорошая память зрительная, то тебе будет легче. Здесь абсолютно новые тексты, которые мы сами, организаторы, эти тексты получаем за несколько часов, для того, чтобы развести по тем площадкам, где проводится тотальный диктант. То есть люди, которые приходят, они слышат их впервые. Стали привлекать известных людей в качестве тех, кто будет зачитывать диктант. Диктаторами их называют в рамках акции. То есть вот такие нововведения, они призваны сделать эту акцию популярной, привлечь побольше людей, чтобы вот от этого между собой, когда это стало каким-то национальным проектом. Нам, конечно, нужны подробности. Зрители должны знать все-таки, когда состоится мероприятие и вот когда и куда, соответственно, во сколько приходить. Мероприятие в этом году проводится 12 апреля, это суббота. Все города за разностью часовых поясов пишут в свое время. Мы относимся к Европе, к европейской части России и европейским городам. То есть мы одновременно с Парижем, с Берлином пишем, с Лондоном. Ну, это 15 часов по московскому времени, соответственно, по ростовскому тоже. Организовали мы пять площадок в этом году. Традиционная наша площадка – это факультет журналистики, филологии и журналистики на Университетском, 93. Те, кто живут на Западном, им наверняка будет удобнее написать недалеко от дома. Специально для этого мы договорились с Мехматом Южного федерального университета. Там будет организована площадка. Кто на Северном, на Северо-Востоке – это филиал Московской академии предпринимательства на Беломорской. ДГТУ к нам присоединился в этом году впервые, и вот большая аудитория на Гагарина-1 будет готова принять всех желающих поучаствовать в акции. И еще одну площадку мы намеренно не сообщаем адрес, чтобы не возникла путаница. Эта площадка будет предназначена для людей с ограниченными возможностями. Впервые мы обратили целенаправленно свое внимание на то, чтобы обеспечить всем равный доступ к акции. И наши волонтеры готовы помочь добраться до этой специальной площадки. Киноплощадки встретят, и там будет специальная программа для тех, кто, несмотря на какие-то физические ограничения, все равно захочет почувствовать себя частью этой акции. Чтобы принять участие, нужно ли заранее где-то регистрироваться, вообще что нужно, или просто прийти? Мы готовы видеть всех. Делаем предварительную регистрацию на сайте totaldict.ru. Там достаточно просто зайти и отметить, где именно ты собираешься писать. Это наша внутренняя информация, для того, чтобы мы могли рассчитать, на какой площадке сколько людей нам ждать, какой масштаб акции будет, для того, чтобы, как в прошлом году, нам на некоторых площадках нужно было дополнительные аудитории подготовить. Соответственно, дополнительных людей, которые прочитают диктант, подключить все необходимые средства для показа презентации, авторского прочтения. Потому что в этом году автором текста стал Алексей Иванов. Он известен широким кругом, стал благодаря выходу фильма «Географ Глобус» «Пропил». Это по его произведению фильм снят. И мы традиционно, перед тем, как люди начнут писать, показываем обращение автора к собравшимся. И первое авторское прочтение того текста, который предстоит написать. Скажите, как и когда можно будет узнать результат? И те, кто станет отличником по итогам оценки, какие-то им бонусы будут предоставлены? Самый главный бонус, мы считаем, это само участие в акции. Это возможность почувствовать себя частью, я так думаю, что в этом году порядка 50 тысяч по всему миру будет писать диктант. Частью этой глобальной системы, глобальной акции. Сами результаты мы планируем огласить 15 апреля. То есть, если мы 12 пишем в субботу, то это будет вторник. Но все, опять же, зависит от количества пришедших и от того, насколько филологи быстро смогут проверить эти работы. Потому что это достаточно отдельная и сложная, кропотливая деятельность. Некоторые работы приходится проверять дважды. Это случаи с двойками, случаи с пятерками. Случай, когда от одной ошибки зависит выставление оценки. То есть, это все перепроверяется. Плюс, те работы, которые претендуют на пять, мы направляем в штаб-квартиру в Новосибирск. И они тоже свой контроль последующий проводят для того, чтобы все было максимально честно. И мы здесь, в Ростове, не выявили больше отличников, чем того заслуживают пришедшие на акцию. Но все-таки, думаю, что 15 апреля мы сможем результаты объявить. И то, что касается отличников, да, мы планируем провести отдельную церемонию награждения. То есть, уж точно они получат специальные исполненные сертификаты участника. Там, где будет написано, что они получили пять, и у них там ноль ошибок, либо одна пунктуационная. Это единственная возможность. Вот два случая, когда может быть выставлена оценка пять. И наши партнеры готовят какие-то призы, которые мы тоже с радостью вручим. Ну и нужно сказать, что сертификат участника мы будем выдавать любому участнику. И по прошлому году я знаю, что и двойки люди, получившие, все равно брали сертификат, потому что это некое свидетельство, некая память о участии в акции. Ну это возможность, собственно, подтянуть свои знания и в следующий раз написать уже на лучшую оценку. Ну что ж, я вам желаю, чтобы акция прошла на уровне, чтобы все было хорошо. Спасибо за то, что пришли к нам в студию. Это была программа интервью. Я, Эдуард Аткевич, с вами прощаюсь. Успехов в делах. До свидания.